Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Эта сфера – одна из самых перспективных в экономике. Поэтому именно на ее делать ставку и мкнуться с года в год удосканавливать работу Галины. Все лет за 6 месяцев экспорт туристических послуг принес Гомелю 3 млн 583 тыс. долларов. Популярностью у гостей города используются познавальный, культурно-забавляльный и промысловый туризм. Великий интерес для замежных гостей представляют Гомельские музеи. Так уже селета Палацево-парковый ансамбль наведали больше 160 тыс. человек. Экскурсийными программами скоростались около 69 тыс. Для туристов так само открыты дверы на таких буйных промысловых объектах, как Гомсельмаш, ювелирный завод «Крышталь», кондитерская фабрика «Спартак». Там работа показаний послуг наладжена. Как показывает практика, минавито такие эксклюзивные пропановы притягивают туристов. Головное изнасти свою разыночку. У целом Гомель забеспечен привабными для туриста умовами. Туристы выбирают себе маршрут, смотрят гостиницы, смотрят наши достопримечательности, посещают непосредственно дворцово-парковые ансамбли. Зрелищные мероприятия могут посетить, как футбольные, хоккейные матчи, побывать в наших драмтеатрах. Я еще раз, может быть, повторюсь, и купить какую-то сувенирную продукцию, пообедать. Это и есть тот туризм, который позволяет дополнительно заработать, и эти деньги останутся непосредственно у нас в городе Гомеле. Туристичные послуги у Гомеля оказывают свыше 200 организаций и индивидуальных предпринимателей. Крыху меньше за половую, займаются туроператорской и турагентской деятельностью. Некоторые поспехово развиваются не только выездный отпочинок, а и внутренний туризм. Завтра в Беларуси пройдет шарговая промая линия мясовых органов улады. У Гомельским облаканкаме звороты грамадян будет принимать наместник старшины Гомельского облаканкама Владимир Привалов. Номер телефона у Гомеля – 33 12 37. Промая линия працует с 9 до 12 годин. У ГТШ на совете будет керавник справ Гомельского облаканкама Алексея Васюченко. Номер телефона 33 07 62. Самая массовая молодежная организация нашей страны сегодня означает День народжения. В 2018 году БРСМ дает мягчимость молодым беларусам проявить себя в творческих, навыковых и волонтерских проектах. Активисты ведут за собой остальных у достигнений важных мытов. Про то, что их объединяет материал Ганны Корольчук. Эта аббревиатура с 4 литра уже давно не потребует расшифровки. Переемникам Самола только в Гомельской области наличие около 60 тысяч хлопцев и девочек. Самым юным учеником может быть 14 годов. Головное быть активным и неравнодушным. Так одним из важных направлений работы БРСМ стал волонтерский рух. Доброе сердце объединяет все больше чулых людей, тех, кто хочет допомогать іншим. Яны клопотятся про пенсионеров, ветеранов, сирот и организуют доброченные акции «Все фарбы життя для тебя» в школу с добрым сердцем и обновление святыни в Беларуси. Мы ходили к бабушкам, помогали им убираться, готовить и дарили им подарки. А еще мы были недавно на восходе. Мы там, получается, давали детям рюкзаки. Школа с добрым сердцем. Мне нравится помогать людям, потому что это добро, это отношение к людям так, чтобы отнеслись к тебе. Что год, под час летних каникул, БРСМ працевладковые тысячи студентов и школьников. Яны работают в сельскохозяйственных, сервисных, экологических, медицинских и будовничих отрадах. Активисты ездят на заробки в Туапсе, Сочи и Московскую область. Працуют на буйных предприемствах и будовництве социально значных объектов. И, вядомаш, допомогают под час жнева. В прошлом году мне предложили вступить в этот отряд, поработать в трудовом лагере. Я с удовольствием решила пойти, потому что летом особо дома делать нечего было. Решила и помочь нашей деревне, и просто, чтобы провести с пользой время. Работала на складе у нас в деревне. Мы убирали зерно, подготавливали какие-нибудь склады, убирали, фасовали все это зерно, помогали в уборке. Творчие проекты БРСМ «Зимовая веселка», «Королева весна», «Студент года», «Аутоледи» и «Уладар села» допомогают раскрыть молодые таленты и заявить про себя. А конкурс «100 идей для Беларуси» стал добрым стартом у реализации десятков проектов. «Разумный дом», электронный фликер для велосипедистов, фермерская распроцовка «Хутор Мебиуса», «Гэты» и инши креативные и корыстные идеи вынаходники и молодые навуковцы презентовали в минулом году перед экспертным жюри. За свою деятельность гомельские активисты неодноразово отримливали признание на узровню республики. Он подрихтовал омаль сотню святочных мероприемств, которые на протяжении дня проходили во всех районах в области. Их завершальным аккордом стала встреча в Добруши. Открытый диалог присвятили здоровому «Ладу життя». Запрошенные спортсмены делились с открытыми успехами с молодью. Отель в свою очередь выказывали пропоновый по поле общения спортивной инфраструктуры представника «Мулады». Наприконце встреченные больше активные юнаки и девочки отримали дипломы за отдел в волонтерских и громадско-культурных проектах БРСМ. Ганна Корольчук и Гарма Рыщенко. Отель радиокомпания «Гомельс Добруша». Супрацовники Гомельска областного объединения профсоюза, у представники областных галиновых профсоюзов и уделники профсоюзного молодежного совета сегодня выехали у комбинат «Усход». Усеяны стали уделниками акции «Зберем у Раджай разом». Об сумесной работе – материал наших корреспондентов. Такая профсоюзная акция у Гомельской области проходит не в першиню. Летось, например, допомагали вязковцам сбирать томаты у одним сельскох подарочных предприемств. У красавику гетага года разом садзели лес. Зараз накеровалися у комбинат «Усход». Инструктаж по технице безпеки, я ей необходимо заховывать навод при сборе яблок. И парады специалиста, чым адрозневается стандартная садовина однестандартной. Цяпер можно подшинать працу. В рамках ежегодной акции «Профсоюзная солидарность» мы также, как и в прошлом году, своим президиумом решили помочь сельскому хозяйству. И где-то своим физическим трудом безвозмездно оказать помощь сельским работникам. Вот в данном случае мы сегодня на Востоке, на предприятии «Восток» будем собирать яблоки. Это та небольшая, может быть, мизерная лепта, которую мы можем оказать своим физическим трудом людям, которые работают в сельском хозяйстве. У Гомельском районе плодовые сады займают каля 290 гектаров. Прошим, гэтые площады повеличиваются. Во «Усходе» заклали каля 40 гектаров. Древу выбираются переважно беларуской селекции. Яны и мясовый климат лепш переносят и приносят недренные ураджаи. Правда, селета яблок сберут значительно меньшим летать. И не только у гэтых господарцей. Уход, соответственно, есть. У нас идет зимой, мы делаем обрезку сада, соответственно, у нас идет подкормки сада и, естественно, и обработки. Ну, как вам сказать, все мы знаем, и тут не надо быть великим ведущим агрономом, что в этом году дерево отдыхает от яблок. То есть в том году его было очень и очень много. В этом году дерево, ну, сами понимаете, это уже природный процесс. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокампания «Гомель». Лепший отпочинок – безопасный. Сегодня в Гомельском аэропорте супрацовники МНС, освода и милиции на транспорте провели незвычайную акцию в рамках «Одзиного дня безопасности». Вандровникам, которые отправлялись в Анталию, нагадали о правилах безопасности от починка за межой. В зале для регистрации разгорнули островок безопасности. Юные вандровники гуляли в рухомые гульни, а с их батьками разговаривали воротовальники, милиционеры и супрацовники МНС. У Перевазии учали простые правила безопасных поводзинов на воде и на экскурсиях, а хоть на телефоны горячих линий, куди треба звертаться при надзвичайной ситуации. Хоть размова и на серьезные темы, однако вялась в легкой, незмушенной форме. Гражданам еще один раз напомнили, что единый номер звонка службы спасения – это 112. Освод напоминали, как себя вести правильно и безопасно на воде. Ну а транспортные инспекции УВД напоминали, как правильно себя вести на борту самолета. И чтобы все они вернулись здоровыми, отдохнувшими, с новыми силами. Кто к учебе, кто к работе приступили. Вот так. Вот это мы и пожелали нашим отдыхающим, которые улетают в Анталию. Не суммовать у полете пассажирам допоможена наглядная литература с корыстной информацией о дворотовальных службах. Супрацовники Держаутоинспекции провели в Гомельском районе рейд «Соступи дорогу спецтранспорту». Выники показали, что первоважная большаясь водителям выполняют правила дорожного руха. Но были и автомобилисты, которые не пропустили спецтранспорт. Разгубились, не зауважили, проигноровали. У относенных до девяти водителям складены администрационные протоколы. Да и нагадывая, за перешкоду проезду спецтранспорту оперативного призначения предугледжены штрафу по меры от двух до десяти базовых величин с максимумом позбавлением правов на год. В рамках юбилейного проекта «Коекции музея до 100-годи музея» в Палаце Румянцевых и Паскевича открыли выставу под лиричной назвой «Я гляджу на старый фотосдымок и часов не губляется совесть». У экспозиции представлены музейный сбор фотокарток, присвеченных гомельчанам. Первый, початковый блок выставы, расповедая про жихару до революционного Гомеля. Затым, десятигодзе за десятигодзем, глядач, надзирая за изменами в одене, внешне выглядя, так само в позерку гомельчан. Самые сучасные фотосдымки на выставе датуются 90-ми годами минулого 100-годзя. Очень бы хотелось попросить наших уважаемых гомельчан, посетителей музея, а может быть просто горожан, которые у нас еще не были, но услышат эти слова. «Если у вас есть интересные фотографии 80-х, начала 90-х годов, которые изображают, например, вас или просто различные интересные места нашего города, например, парк, какие-то знаковые здания, мы будем счастливы принять их в фонды, если, конечно, вы согласитесь с ними расстаться. Потому что мы стараемся собирать фото летописи дальше, а эти десятилетия уже тоже наша история, хотя для многих они еще весьма-весьма актуальны». Есть на выставе и целая коллекция из дымков, которые належат некольким поколениям одной семьи. Их фото – это маукливые святки важных подей, которые отбывались у гомеля на протягу больше за 100 годов. А кроме того, на выставе можно попросту узнать своих родных и знакомых, отшукать будинки, которые заховались у гомеля сегодня, и увидят старый город, на месте которого сейчас узведены шмат поверховки, прокладины дороги и побудованы мосты. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. Двум парням, напавшим на гомельчанку, предъявлено обвинение. Об этом накануне сообщили в Следственном комитете Беларуси. Оба задержанных по делу о нападении на 35-летнюю женщину были допрошены следователями. 17-летнему молодому человеку предъявили обвинение. Его 18-летний брат сегодня был арестован, а розыск третьего участника разбойного нападения продолжается. Вот его фотография. Всем, кто знает о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить об этом в милицию. Напомним, на преступление трое парней пошли 2 сентября. Избили владелицу белого БМВ, силой посадили женщину в машину, вывезли в лес и под угрозой изнасилования требовали деньги. Преступникам удалось завладеть суммой в 5000 долларов США и скрыться от милиции. Однако один из злоумышленников был задержан по горячим следам. Второй на следующие сутки. Пострадавшая была доставлена в больницу. Состояние пациентки на сегодня удовлетворительное. Она готовится к выписке. Предъявлено обвинение и мужчине, который убил в Жлобинском районе 45-летнюю россиянку. Оказалось, что он сначала ударил свою жертву, а потом ее задушил. Тело закопал на границе дачного участка, который принадлежал убиенной. А ее 6-летнему сыну сказал, что мама уехала в Минск по делам. Погибшая жительница Мурманской области каждое лето вместе с тремя детьми приезжала на свою дачу в деревню Круговец. За несколько дней до убийства старшие дети уехали в Россию. Правоохранители установили, что к убийству причастен местный житель, который помогал владелец дачи по хозяйству. В ночь на 23 августа между ними произошел конфликт, который закончился рукоприкладством и смертью женщины. На следующий день убийца отвел 6-летнего сына убитой на железнодорожную станцию и оставил мальчика на перроне, а сам уехал в Гомель. Одиноко бродящего ребенка приметили люди, а подозреваемого задержали оперативники. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве. В Мозере сотрудники ГАИ гонялись за нарушителем на Москвиче. Сам инцидент произошел еще в августе, но съемка была опубликована только сейчас. Когда водитель автомашины Москвич 412 заметил экипаж ГАИ, то снизил скорость. Инспекторы решили остановить водителя, но тот прибавил газу, развернулся и попытался скрыться от инспекторов. Погоня продолжалась недолго. В какой-то момент водитель остановился и бросился в бега. Но в кроссе по непересеченной местности быстрее оказались сотрудники ГАИ. Нарушитель – молодой человек, который никогда не получал права, а машину купил недавно и даже не успел оформить на себя документы. Служебная собака помогла милиционерам отыскать на свай на Гомельском центральном рынке. Правоохранители решили задействовать служебную собаку в рамках комплекса профилактических мероприятий по розыску и изъятию некурительных табачных изделий. В итоге на одном из торговых рядов питомец унюхал целый пакет на свай, который был спрятан под прилавком. Хозяином продукта оказался 26-летний гомельчанин. В отношении мужчины составили административный протокол. Вероятно, туман и плохая видимость стали причиной гибели велосипедиста в Житковичском районе. ДТП произошло на трассе М10. 53-летний велосипедист двигался по краю обочины и на него наехал автофургон Рено. И владелец велосипеда, и водитель автомобиля были трезвыми. Вероятная причина аварии – ограниченная видимость на дороге. Проводится проверка. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала Беларусь-4. Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Поединки седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге пройдут в эту субботу. Гомельский локомотив примет на своем поле Бобруйскую белшину, а Светлогорский химик – Пинскую волну. Начало матчей в 16.30 и 18.00 соответственно. Ричицкий спутник отправится в гости к Барановичам. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Завтра также стартует первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Лучшие команды страны будут выявлять сильнейшую уже в 31 раз. Начнется сезон с матча охраны «Динамо» и «БЧ». Железнодорожники отправятся в гости в Минск. Начало поединка в 14.00. Светлогорский ЦКК определит лучшего на домашней арене «Борисова-900». Старт в 15.00. Для гомельского ВРЗ чемпионат начнется с домашнего поединка. Вагона строители примут на своем паркете «Оршанский Витен» – стартовый свисток в 15.00. В Гомеле завершились Олимпийские дни молодежи по академической гребле. Более 150 спортсменов 2002-2003 годов рождения боролись за награды. По итогам соревнований у команды Гомеля 8 медалей – 4 золота, 3 серебра и бронза. За ними разместились мозорские грибцы, у них серебро и две бронзы. Во французском городе Дессис состоялся чемпионат Европы по грибному марафону в категории «Мастерс». А чуть позже Турин принял участников европейских игр-мастеров. В соревнованиях выступал гомельчанин Сергей Яшин. Первый день в гонке байдарок «Одиночек» на 20 километров Сергей уверенно выиграл золото чемпионата. Во второй день сделал золотой дубль, став лучшим в гонке «Микс» на 15 километров в байдарке «Двойке» в паре с француженкой Блондине Квятковски. В гонках по программе европейских игр-мастеров на дистанции 1000 метров первой пришла байдарка-четверка с международным экипажем Сергей Яшин, россиянин Василий Силин, бельгиец Барт Сталман и украинец Игорь Козлов. В финальном заезде «Одиночек» гомельчанин был вторым, а с французской напарницей по марафону дополнил свой медальный комплект бронзой. Марафон в Турине спортсмен завершил в байдарке «Одиночке» уверенной победой. Более ста спортсменов из шести стран примут участие в Кубке по водно-моторному спорту в Гомеле. В этом году количество участников утроилось. За титул поборются около 25 команд. Состязания пройдут в акватории озера Волотовское. Открытие состоится 21 сентября в 10 утра. На следующий день по завершению турнира 22 сентября наградят победителей и призеров. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.